Здравствуйте, уважаемые участники и участницы! Мы рады приветствовать вас сегодня на нашей лекции «Исламский менеджмент. Общая характеристика», которую прочитает кандидат к культурологии, культуролог, старший преподаватель кафедры музейно-туристической деятельности Харьковской государственной академии культуры Мирослава Ярико. Меня зовут Наталья Малиновская, я буду модерировать сегодняшнюю лекцию. Напомню, что лекция проводится в рамках серии лекций об актуальных вопросах исламоведения, которые читают ученые из разных стран мира и организовывает Международный институт исламской мысли для участников из стран СНГ. Все прошлые лекции вы можете просмотреть в записи на YouTube-канале Института интеграции знаний. Напомню несколько слов о формате наших лекций. Лекция состоит из двух половин. В первой половине у нас будет непосредственно возможность услышать сегодняшнюю лекцию. Во время этого вы можете записывать ваши вопросы в чате. И во второй половине у нас будет возможность для комментариев, вопросов, для обсуждения. И общими усилиями мы создаем площадку для дискуссии и для общения. Напомню, что общая продолжительность нашей лекции примерно полтора часа. Также еще раз обращаю внимание, что у нас ведется запись лекции, и все зарегистрированные участники получат ссылку на сегодняшнюю лекцию. И дальше мы будем уже переходить к нашей сегодняшней лекции. И я еще раз хочу представить нашу сегодняшнюю лекторку, доктор Мирослава Ярико, кандидата к культурологии, культуролог, этнокультуролог, туризмолог, дальше преподаватель кафедры музейно-туристической деятельности Харковской государственной академии культуры, защитила кандидатскую диссертацию на тему «Социокультурные аспекты ислама», терминологический дискурс. В сферу научных интересов входят межкультурные коммуникации, современные тенденции менеджмента, инклюзия в экскурсионной деятельности. Также последние годы работают в частности над репрезентацией ислама в немусульманском среде. И совместно с Альманар организовывала фестиваль к Международному дню арабского языка в 2019-2022 годах. И сегодня у нас есть возможность узнать больше об исламском менеджменте. И с удовольствием приглашаю к слову, пожалуйста, доктор Мирослава. Добрый день. Приветствую всех. Сейчас запущу свою презентацию. Как уже говорилось, тема сегодняшней лекции – это исламский менеджмент. Откуда такая тема вообще, говоря, родилась? От того, что очень часто, если говорить, опять-таки, об исламе в немусульманском пространстве, то ислам не воспринимается как что-то, что имеет отношение к реальной жизни. Воспринимается как религия. В нашей культуре, здесь, скажем, на Харьковщине, религия – это что-то отдельно от обычной жизни. То есть религия точно где-то отдельно от бизнеса. Я говорю сейчас о восприятии конкретно здесь, на тех территориях, где я живу, и тех людей, с которыми я работаю. И, соответственно, когда возникает вопрос о преподавании современных теорий менеджмента, исследовании литературы этому посвященной, то есть разные концепции, разные школы. Бразильский менеджмент, хорошо, американский менеджмент, японский менеджмент, китайский, даже русский менеджмент, в принципе, называется. Но когда пытаешься это все анализировать, ты понимаешь, что особого отношения это все к странам арабо-мусульманского востока или к тем мусульманам, которые везут бизнес в Украине, это особого отношения не имеет. То есть это как попытаться наложить какую-то сетку просто и условно приблизить то, что они делают, к тому, как написано в учебниках. Тогда я начала просто глубже смотреть, что происходит в этих странах, с теорией менеджмента в исламских странах, и оказывается, что, в принципе, она развивается только достаточно интересным образом. То есть если говорим о реалиях, пока я немножко перещелкну, если говорить о реалиях ислама, то ислам формирует, по сути, культуру, культуру предпринимателей. То есть Аравия VII века – это культура предпринимателей, культура людей, которые привыкли вести предпринимательскую деятельность. В это пространство приходит ислам, и у этих предпринимателей возникает невероятно классная возможность постоянно соотносить то, что они делают в сфере обычной жизни, с тем, как это правильно или неправильно в контексте будущей жизни. То есть такая логика получилась. Очень уникальная возможность, скажем так, другой такой культуры, наверное, сложно назвать. Получается, что исламский менеджмент, то есть это система управления предприятием, в том числе предпринимательской деятельности, он начинает формироваться параллельно с формированием исламской, мусульманских культур в каждом конкретном пространстве времени. Отдельно там роль лидера, например, отдельная коммуникация лидера с подчиненным, структура организации, система. И вместе с тем это не осмысляется, таким словом, как менеджмент, очевидно. То есть как менеджмент начинает осмысляться, это с 70-х, 80-х годов 20-го века, когда мусульманские ученые, скажем, попадая в западный мир, пытаются переосмыслить то, что происходит в их странах, но использована западная терминология. Но при этом, если ориентироваться на их статьи, то у нас возникает тоже немножко культурный диссонанс, потому что, очевидно, они начинают осмыслять это, скажем, исламский менеджмент в вполне привычных исламокатегориях. То есть они начинают говорить о отношениях с Аллахом, они начинают говорить о каких-то глобальных, теологических, скажем так, принципах организации. И если, опять-таки, какой-нибудь, не знаю, автор учебника, ученый, обычный ученый, менеджер, пытается читать эту статью, он не понимает, о чем речь. Почему? Потому что в основе исламского менеджмента лежит такая, я сначала говорила триада, скажу, четыре элемента. Бог, человек, общество, мир. И все эти четыре элемента имеют, ну, они здесь важны. Нельзя какой-то из этих элементов исключить и пытаться на них, ну, что-то строить, условно говоря, да. И все действия человека, все действия организации, соответственно, они будут осмысляться через каждый из этих элементов. То есть отношения. Я, например, лидер, мои отношения с Богом, мои отношения с человеком, мои отношения с обществом, мои отношения с миром, влияние моих предпринимательских действий на мои отношения с Богом, мои отношения с человеком, с обществом и миром. Вот, опять-таки, если мы говорим о нерелигиозных системах, то просто эта система непонятна. То есть это, ну, это религия, о чем вы вообще говорите. Если говорим об источниках исламского менеджмента, то это Коран, классика, да, это Сунна, пример жизни пророка Мухаммада, пример жизни Асхаба, фатвы. Ну, в принципе, можно добавить еще традицию предпринимательской деятельности в той или другой культуре. Если теперь разбираем по элементам, по отдельным элементам, переходим к характеристикам, то есть отношения с Богом, тут очень любого менеджера, скажем, который работает в исламе, на самом деле очень интересно. То есть первый момент, это в нем две составляющие, да, одна составляющая, то, что можно увидеть, да, другая составляющая, то, что не видно. На самом деле мы не знаем, какие на самом деле есть отношения человека и Бога, да, то есть отношения любви, страха, не знаю, подчинения, лицемерия, чего угодно, но мы этого не знаем. Но тем не менее, если говорим о исламском менеджменте, его отношения с Богом, этого менеджера, они будут отражаться на его отношения к другому человеку, к сотруднику, к подчиненному, к начальнику, к клиенту, к партнеру, к кому угодно. И в конечном итоге будут отражаться на мире, Потому что на тот же самый простой момент, то, как человек, например, относится к ресурсам, будет, если мы говорим об исламском менеджменте, напрямую имеет отношение к тому, как он относится к Богу. Ресурс – это то, что дано мне Богом, я должен их использовать именно так, для чего они предназначены, я не должен их морзноватые тратить впустую, условно говоря. То есть это ценность или другой человек, другой человек, человек, сотворенный Богом, я должен его уважать, даже если он делает ошибки, регулярно делает ошибки, я должен искать путь, как сделать так, чтобы в конце концов он эти ошибки перестал делать, условно, если я руководитель, на самом деле, если он мой партнер, если он мой коллега. То есть этика отношений, она всегда будет завязана на отношениях с Богом. Если речь о лидерах, тут будет еще более глубокая тема, потому что все действия лидера должны быть направлены не только на то, чтобы предприятие, условно говоря, благоденствовало в этом мире, зарабатывало, получало прибыль и так далее, но и на то, чтобы все его действия помогали другим людям становиться ближе к Богу опять-таки. То есть он должен быть примером для других людей, и он должен учитывать свое влияние на других людей. То есть тут, словно, система еще сложнее становится. То есть, опять-таки, если берем Бог, человек, предприятие, такая логика, time management, то есть само распределение времени. Первый момент, время – это ценность, условно говоря. То есть так, как я трачу время, я за это время отвечаю перед Богом, в том числе то, как я трачу время, работая на этом предприятии. Насколько много ценного я успеваю сделать, условно, насколько я успеваю его не сморнувать, не потратить в пустую. Это первый момент. Второй момент – это распределение времени по молитве. То есть я, как мусульманин, я обязан молиться, условно. Соответственно, я должен планировать свои дела так, чтобы они учитывали время на молитву. Я должен планировать дела других людей так, если я руководитель, чтобы у этих людей было время на молитву, соответственно. Вот сюда же будет пост, сюда же будет… Ну, доброе, ладно. Следующий пункт тоже по отношению к Богу – это пространство табу. То есть запрещенные действия, то есть то, чего я не буду делать в принципе. И это, опять-таки, то, что не очень понимают в советском мире, в том числе и в бизнес-мире. То есть я знаю человека, который считал ограниченностью мусульманина то, что он говорит, «Ну, почему ты это не сделаешь? Потому что это не сделано, запрещено. Но если захочешь это сделать, почему я это захочу сделать?» Говорит мусульманин, если это запрещено. То есть существует табу, который ты просто физически не перейдёшь, потому что это табу. Так не может быть сделано. Это то, что в советском мире немножко непонимаемо, а тут это достаточно жёсткое пространство, которое даже не подумает человек перейти, так могу сказать. И это то, что достаточно сложно объяснить, опять-таки, в нерелигиозной системе менеджмента. Это легко объясняется в религиозной, в нерелигиозной – непонятно. Почему ты этого не сделаешь, чтобы принесёт тебе прибыль? Потому что это табу. То же самое, что касается действий. Вот эта исламская классификация действий от запрещенных, условно говоря, до полностью дозволенных, через… Это действия, ну, через дальше категории разные. Есть действия безразличные. Их можно делать, можно не делать. Есть действия, которые можно делать, но лучше нежелательно их делать, например. Есть действия, которые стоят здесь, а есть действия, которые точно надо делать, условно. Такая большая классификация. Опять-таки, человек, который вырос и живёт не просто в мусульманской группе, а сознательно выбирает ислам как религию, которая определяет его жизнь. То есть для него это всё понятно, логично, и он не задерживается на этом. Если человек руководитель, то, соответственно, он будет делать всё, чтобы его подчинённые, условно, совершенствовались в этом искусстве определению, какое действие делать, какое нет. То есть если говорить таким, ну, параллель проводить, есть такая очень классная система менеджмента бразильская, да, то есть она возникла в Бразильске. В Бразилии называется менеджмент без менеджмента. И там Рикардо Семблер, он, по сути, подстраивал предприятие под себя. То есть он постепенно учил людей, что существует определённая этика, что этой этике следует, ну, стоит следовать, да, вот, что есть, например, те же действия, не знаю, взятки, коррупция, там, так далее, которых мы не будем делать, потому что это наша этика, этика нашего предприятия. То есть если говорим здесь об исламском менеджменте, то для руководителя, то для него достаточно подобрать людей, которые уже, условно, да, то есть признаются мусульманами, следуют исламу сознательно, выбирают эту религию, так далее. То есть для него потом отношение будет немножко легче. То есть у них есть изначально общий язык, а не поиск этого общего языка. Следующий пункт, то есть это отношение с Богом, это одно. Но второй пункт, это отношение человек к человеку, да, то есть руководитель к подчинённому, подчинённый к руководителю. Это тоже очень интересная штука. О руководителе ещё поговорю, но тоже подчинённый по отношению к руководителю, да. Первое, это, опять-таки, это религиозно обозначенное уважение, да, то есть если этот человек уже стал руководителем, значит, Бог его этим руководителем уже, ну, условно, признал, да, то есть, значит, в этом человеке есть что-то. Но вместе с тем в этой же религиозно признаётся, что руководитель может ошибаться. И у этого, в такой ситуации, у подчинённого есть абсолютно, опять-таки, закреплённая религией, разделяем исламским менеджментом, возможность ему об этой ошибке сказать. И это, опять-таки, вот эта классная двучастная структура любого действия. Любое действие имеет социальное значение, значение словно в этом мире, видимое значение и невидимое, то есть отношение с Богом. То есть если подчинённый говорит об ошибке своему руководителю, он тем самым совершает не просто действие условно в этой плоскости, ну, менеджмента, так сказать, но это же действие становится действием религиозным, потому что он должен стать об этой ошибке, если она за собой тянет какие-то негативные последствия. Вот это тоже очень двучастность действия. То, что, опять-таки, в светской культуре достаточно сложно увидеть, сложно объяснить. То есть тут нет такого, что, ну, как часто можно услышать, начальник, начальник лучше знает, начальник лучше знает, но ответственность за замеченную мной ошибку начальника уже будет лежать на мне, если я не попытался её исправить. Вот, и это ответственность, то есть попытка исправить, это моя религиозная обязанность. Я не могу от этого, ну, если я исповедуюсь вам, я не могу от этого отказаться. То же самое отношение к партнёру, отношение к клиенту. То есть в первую, на центральном становится не моя прибыль, например, да, как таковая. В центральном становится момент этики. То есть я всегда с ними коммуницирую, как… Ну, какая исламский менеджер с ними всегда коммуницирует, как с людьми, то есть человеком, который есть творение Бога в первую очередь. То есть отсюда же будет идти уважение, отсюда же будет идти сразу честность, да. Отсюда идёт признание их достоинства, условно, на какой бы уровне иерархии они ни находились. То есть тут тоже очень классная штука такая есть, да. То есть отсутствие наличия социальной иерархии одновременно сопровождается отсутствием вот этой вот… То есть эта иерархия непреодолима, потому что перед Богом есть такая штука, что человек, ну, люди, да, люди, они все равны. Вот, то есть и эта иерархия одновременно существует с равенством каждого человека, и это одновременность. Это даёт то, чего нету в светской системе менеджмента, ну, короносовременных систем, которые уже реально ориентированы ценностью человека и так далее. Это вообще, ну, это невероятная штука такая, которая очень тонкая, которую очень интересно её видеть, условно, да. Так, отношение к миру, отношение к экологии. Следующий такой аспект. То есть, опять-таки, сохранение этого мира есть обязанность, и это религиозная обязанность. Я не могу, если я работаю в пространстве исламского менеджмента, я не могу быть агрессивным по отношению к этому миру, потому что моя обязанность этот мир хранить. Бог дал этот мир человеку, да. Я не могу вести ту деятельность, которая этому миру вредит, которая его не защищает, условно говоря, да. Вот, ну, тут уже такие моменты есть ещё. Вот, и следующая такая тема, это то, что опять-таки, социальную ответственность и бизнес, это как-то сейчас в тренде очень сильно говорится и так далее, но это тоже базовая вещь, которая вот в исламском менеджменте, она есть по факту изначально, даже до этапа, когда исламский менеджмент начали осмыслять, как исламский менеджмент. Вот, то есть, если я веду бизнес, то есть, я отвечаю за рабочие места, да, я отвечаю за то, чтобы то, что я делаю, уменьшало бедность в этом пространстве, да, то, что я делаю, должно быть полезно этому обществу конкретно, да, то есть, двух вещей, которые одна, ну, условно, принесёт пользу, а другая принесёт прибыль мне, я должен выбрать вариант, который принесёт пользу, условно, да. Вот, я в своём, на своём предприятии создаю такие отношения, которые, опять-таки, признают ценность человеческой личности, которые возвышают и воспитывают это общество вокруг меня. То есть, по факту, тут интересный момент, потому что, если проанализировать, скажем, там, труды таких менеджеров 20-го века, то тоже Форда, Кио Морита, да, Лия Коку, да, то Рикардо Сэмблер, ну, так, повыдёргивать немножко, то там видно, что, в принципе, это те идеи, к которым каждый отдельный менеджер, в принципе, приходит, да, но он приходит к этому лично, и это его личная концепция. Здесь это есть изначально заложено, то есть не может быть предприятие, которое социально несёт социальной какой-то роли, социальная функция, не улучшает мир вокруг нас, условно, и так далее, и так далее. Так, я бы попрошу. Ага. Вот. И если, опять-таки, говорить про исламский менеджмент, то есть в неисламской среде, на самом деле, это получается очень интересная штука, то есть очень интересно о нём говорить через стандарты, словно неисламский концепт. Если говорить о функциях менеджмента, то есть планирование, организация, мотивация и контроль, да, классические четыре, их иногда называют ещё пять, координирование, бывает, называют регулирование и так далее, но, в принципе, можно говорить и через эти четыре. Вот. То как эти четыре функции, как они будут выглядеть в исламском формате, да, в формате исламского менеджмента? Первое – это планирование, и первый момент, который есть характерный для менеджмента в целом, исламского, да, это не отсутствие такой чёткой, латалитарной системы, скажу так, управления, да, то есть планирование, оно может быть любым, оно может быть краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным, стратегическим, нестратегическим, да, потому почему, да, потому что в любом случае всё, весь этот мир, все события в нём и так далее, это всё принадлежит Аллаху, да, и то, как Бог, по сути дела, что там всё напланировал, вот так это в конечном итоге здесь и будет, да, то есть мы здесь фактически с ним сотрудничаем, вот, и если наши планы будут изменены, вот мы это принимаем, да, то есть что здесь хорошо чисто психологически, да, для тех, кто находится в этой системе, это психологическая готовность к тому, что даже если не получилось то, что я запланировал, я смотрю, что получилось из того, что получилось условно, то есть как из этого можно выплыть, что из этого, ну, то есть как эти можно воспользоваться, что это мне открывает условно, то есть психологически для человека это гораздо более выгодная позиция, потому что, скажем, меньше возможностей для развития депрессии, да, всё, кошмар, всё идёт не так, как я планировал, окей, всё не так, как я планировал, смотрим, как оно всё пошло и что из этого происходит, опять-таки, да, опять-таки, не исламские модели, то есть самые крутые к этому всё равно приходят рано или поздно, так или иначе. Если говорим про организацию, то, ну, исторически, там, разные структуры организации, линейная, компенсационная, там, ещё какая-нибудь, вот, но если говорим про исламскую модель, то здесь та же мягкость, условно, да, то есть объективно каждый человек должен быть на оптимальном, на своём месте. Вот как при этом будет выглядеть организация? Может быть, линейная структура организации, функциональная структура организации, то есть это не суть важна. Важно то, чтобы эта организация отвечала конкретно вот той задаче, которая поставлена. Всё как-то, да, то есть, и, соответственно, те люди, которые входят в эту организацию, они будут оптимальным, ну, искать оптимальную структуру, оптимальную форму, оптимальный стиль, ну, соответственно, дальше уже оптимальный стиль управления. Вот. Если говорим о мотивировании, здесь, наверное, самое классное, потому что изначально будет самомотивирование, в большей мере условно, потому что каждый работник, условно, если он работает в формате исламского менеджмента, он уже внутренне мотивирован сделать всё наилучшим образом. Почему? Да, не потому что ему повысят зарплату, дадут премию, начальник скажет, «О, ты молодец!» Ну, или ещё куча других методов мотивирования, которые используют, а потому что он, ну, он постоянно находится перед глазами Аллаха, да, постоянно Бог на него смотрит, поэтому, ну, особого смысла делать что-то плохо, когда на тебя сам Бог смотрит, особого смысла даже нету, да. Вот. И тут то же самое для, ну, для руководителя, опять-таки, да, то есть как его мотивировать своих работников, то есть, соответственно, посмотреть, что конкретно этому работнику надо, да, то есть не абстрактно, ещё раз, да, вот эти классические методы, да, давайте всем премию, повысим зарплату, повесим на доску почёта и так далее, и так далее, вот, должен быть максимально личностный подход, потому что, ещё раз, да, людина-людина, человек-человек, личность-личность, вот этот подход важен, да, вот, и если посмотрим, опять-таки, на современные разработки, на современные, ну, современные, там, теории менеджмента, то вот к этому самомотивированию как раз и приходят, да, в самых крутых компаниях, потому что реально человек, который может сам замотивировать себя, сделать классно, то есть это самый классный работник, который может быть, то есть за которым надо ходить, мне надо думать, как тебя замотивировать и так далее. То же самое с контролем. Опять-таки, да, та же штука. Если, опять-таки, я все делаю перед глазами долго, то объективно я буду стараться все делать оптимальным образом. Я не буду стараться заметать свои ошибки под ковер. И тут второй момент. Этика исправления ошибок. Все люди делают ошибки. Это норма. И это то, о чем самые крутые менеджеры постоянно говорят. И поиск ошибки это необходимая часть менеджмента. Поиск того, чтобы все процессы производства протекали запланированным или оптимальным образом. Но зачем искать ошибки? Не за тем, чтобы человека наказать, не за тем, чтобы человека унизить. Для того, чтобы эту ошибку исправить и уменьшить затраты нашего производства. Чтобы уменьшить затраты на производство продукции, чтобы не тратить свои деньги впустую, там, где их можно не тратить впустую и так далее. То есть не унижение человека, а оптимизация работать так как изначально это должно быть здесь в нашем может пространство это очень сложно как-то звучать но такие темы все равно есть вот если говорить так и сравнивая там исламскую модель она очень классно она очень похожа на agile такую методологию проектами которые последнее время стала популярна вот и то что можно тоже обозначить что люди и взаимодействия между людьми важнее чем процессы и инструменты важнее чем производство важнее чем все самое важное в исламском менеджменте здесь это было сказано в 2001 году в исламском менеджменте по факту формируется седьмого века то есть люди и взаимодействие между людьми это самое важное в принципе что может быть в нашей деятельности на предприятии ну где где бы там не было собственно говоря вот и чтобы немножко так по-другому посмотреть еще может быть другого ракурса да на исламский менеджмент то можно глянуть на такой есть классная система которая счастливый атом такая модель которую разработала консалтинговое агентство маккинси в 80-х годах как раз тогда же когда начали активно говорить впервые про исламский менеджмент как незабавно вот в чем суть этой модели нам то есть по 50 специалисты консалтинговой фирмы они выделили те элементы которые чрезвычайно важны для деятельности предприятия и центральный элемент который они назвали это разделяемая ценность и по факту центральный элемент исламской модели менеджмента это ценности те ценности которые у нас существуют те цены которые мы рейт транслируем те ценности которые мы живем следующий элемент это умение навыки состав коллектив состав нашего предприятия стиль управления система управления структура предприятия но и стратегия на вот эти три верхних элемент они традиционно считались важны для менеджмента а вот эти три нижних они как раз стали ощущаться как важные то есть реально это с 50-х 80-х годов двадцатого века но может быть именно поэтому кстати исламская модель она не была в фокусе внимания так долго потому что вот как раз для исламской модели вот эти четыре нижних элемента и они есть словно главнее чем все остальные то есть разделяемые ценности умение навыки людей до состав конкретного коллектив вот и стиль управления то есть эти четыре элементы они есть основа ядром основского менеджмента есть как говорим о таком измерении не измерение бог человек общество другом измерении уже процесса управления самого вот если говорим о ценностях то соответственно ценности должны разделяться всеми членами организации нормальная организация то есть идет подбор персонала потом идут такие годы тимбилдинга месяц тимбилдинга для того чтобы действительно каждый понимал миссию нашей компании для того чтобы понимали то можно что нельзя делать что есть какая есть этика коммуникации в нашей компании так далее то есть сейчас приходит менеджмент ценность человеческой личности ценность мира как антитезы войны мира в котором мы живем добродетели на то есть и этика коммуникации все это вместе то есть это то что должны разделять все люди на нашем предприятии но опять-таки если мы говорим об исламском менеджменте если человек есть мусульманин то он как раз и стремится возрастать в добродетелях до коммуницировать с остальными так как говорит ему аллах четко понимать что другой человек это невероятная ценность потому что он сотворен аллахом у него есть свой внутренний мир и мир просто невероятно красив то есть это то что есть изначально то есть и вот этот ядро ядро организации она сейчас воспринимается что же это dürfen организация а вот то есть она уже есть заложено изначально в исламском scale-ли-менеджмента это не наверное нас самое такое самое крутую самая невероятная самое классное вот и в таком формате то есть организация само помогает человеку в том числе лучше в религиозном пространстве. То есть это слово «возрастать в добродетелях». Возрастать в добродетелях той же смирения, возрастать в добродетелях честности, справедливости и так далее. Еще раз, честность, вежливость, взаимопродержка, ответственность, справедливость. Это то, с чего мы стартуем здесь, если говорим о исламской модели. Если говорить про структуру, то есть это то, что традиционно считалось безумно важным, то опять-таки в исламской модели менеджмента здесь всегда будут добавляться, кроме измерения чисто земное условно, бизнесовое измерение, будут добавляться измерения религиозное. Если в нормальной организации структура, да, это важно, мы должны понимать, к кому можно обратиться, кто как функционирует и так далее. Но лишние условные элементы структуры, но условно лишние заместители и так далее, то есть это экономический вред. То есть та зарплата, которую мы платим, но не получаем вот этого какого-то бонуса, просто затраты нашего предприятия. Для исламской модели вот эти лишние элементы структуры условно, это не просто экономические траты, то есть это не просто отсутствие прибыли и так далее, то есть это уже становится грехом, да, потому что мы берем ресурс, в том случае зарплата тоже ресурс, да, ну деньги на зарплату, берем этот ресурс и тратим его нерационально, но тратим его на то, что можно потратить на что-то другое, да, то есть каждый лишний элемент структуры становится по факту, ну таким путем греху, так можно сказать. Это уже интересно. Второй момент такой неожиданный может быть, да, то есть есть традиционная структура, в данном случае, да, будет руководитель, группа руководителей, будут подчинены, ну в разных там конфигурациях и так далее. Но если говорим о исламской модели, то все равно главным руководителем условно будет Бог, да, и задача руководителя распознать, что конкретно здесь, для чего конкретно Бог его условно послал, вот что конкретно Бог через него здесь хотел бы сделать. И опять вот этот очень важный момент, когда и руководитель, и подчиненный, кроме вот этой вот классической иерархии, они есть равны перед Богом, и это одновременно и иерархия, и равенство. То есть вот это особенность такая исламственная структура. А сама структура, она может быть опять-таки совершенно любой. Стиль управления. Классическое разделение стиля управления. Есть там авторитарный, демократический, либеральный. Ну, есть целая куча разных концепций, но как бы это базовые такие. И классический во всех учебниках. Сейчас прописывается авторитарный как максимально негативный стиль управления. Просто кошмар, кошмарный и все такое прочее. Между тем, очень часто игнорируется, что бывают ситуации, когда авторитарный стиль управления, он реально оптимально подходит конкретно этой ситуации или конкретно к этой фирме. И он не обязательно есть тоталитарным условно. То есть это каждый раз достаточно спорные вопросы. Каждый раз там можно объяснять. Есть примеры успешных менеджеров с типично авторитарным стилем управления. Тот же Марио, например. Есть примеры успешных менеджеров с демократическим стилем управления. Вот, если говорим по исламу, то, соответственно, здесь стиль управления, он не задан религиозно, то есть идет четкий абсолютно свобода абсолютного человека в выборе того стиля управления, который в данной ситуации, он адекватен этим условиям, этому предприятию, этой проблеме, которой мы решаем задачи и так далее. То есть, если говорим в сравнении с участвами, то, наверное, здесь тот же проект-менеджмент, наверное, будет идеально описывать такое подобие, но проект-менеджмент – это современка, а исламский менеджмент к этому условно так развивается все время. Здесь тоже такой пример очень интересной жизни пророка Мухаммада, что, в принципе, можно его описывать в типичном авторитарном стиле управления, это еще и такой теологически авторитарный, но было много ситуаций, когда, например, тот же подвижник мог спросить, «О, пророк Мухаммад, это твоя идея или это тебе Бог подсказал?» И Мухаммад говорит, «О, это моя идея». Ну, и тогда спредвижник ему говорит, нет, тогда здесь лучше сделать по-другому. Принцип Шура, совещательность, то есть он в любом случае сохраняется, из него никуда. И здесь тоже такое постоянное сочетание, вроде бы стиль авторитарный, но одновременно абсолютно такая доступность демократического стиля управления, и это существует одновременно. Ну, такая, я бы сказала, что исламская модель менеджмента, она максимально пластична, да, максимально пластична в ситуации, это очень круто на самом деле. Если говорим о системе, система – это ежедневные процедуры, которые используются для того, чтобы управлять компанией. То есть, по сути, все знают, как мы каждый день организовываем работу для того, чтобы эта работа была эффективной. Ну, и здесь уже упоминаем, мной, там менеджмент очень хорошо складывается, да, в том числе это пятикратная молитва, и необходимо сделать перерывы в работе во время молитвы на молитву. То есть, оно на самом деле очень интересно влияет на бизнес, потому что объективно ни один человек не может работать, ну, скажем, 8 часов без перерыва, да, или 10 часов, или 8 часов с одним перерывом. Это невозможно. То есть, человек в любом случае, он будет выключаться, он будет на что-то переключаться. Вот, и, соответственно, я думаю, что все видели эти примеры, в современном бизнесе может начальник ходить и смотреть, чтобы они сидели в социальных сетях, и так далее, такой тотальный какой-то контроль. Даже в айтишной сфере есть такой тотальный контроль, когда постоянно снимаются снимки экрана, или включается камера, сидится человек перед экраном, и так далее. Вот, на самом деле, очевидно, что это негативно будет влиять на психику, негативно будет отбиваться на… Человек не любит, когда уже контролирует любой человек, негативно будет влиять на работу. Вот, а если говорим о тайм-менеджменте с включением времени на молитву, то что это дает на самом деле, да? То есть, человеческое мышление, оно на самом деле такое, что мы какую-нибудь проблему углубляемся, да? Вот, и потом она должна, эта проблема где-то там побыть какое-то время у нас в голове, чтобы, опа, Эврика, да? Вот это вот время, когда мы формально от этой проблемы отключены, наш мозг на самом деле работает. Да, и поэтому вот эти вот перерывы на молитву, то есть, с одной стороны, да, они дают возможность исполнить религиозный долг, а с другой стороны, они дают возможность действительно мыслить креативно. То есть, вот эти вот перерывы, раз, всё, теперь человек может опять включиться, опять работать. То есть, это очень крутая штука, на самом деле, то есть, помимо религиозного эффекта, да, то есть, это нереально крутая тема, которая дает чисто психологический эффект, и действительно очень помогают в креативной деятельности. Это вообще нереально круто. То же самое пост. На самом деле, если понаблюдать, то такая полноценная стопроцентная работа в пост – это достаточно сложная вещь. И здесь речь скорее идет о совместном восприятии ценностей. То, что, как в самом начале говорилось, самое ценное – это Бог и отношение с Богом. И как раз пост, когда продуктивность работы как таковая падает, она помогает выстроить эту иерархию ценностей. Что для нас сейчас ценно? Наш Бог, наши отношения с Богом, или что-нибудь еще, что-нибудь еще, что-нибудь еще. Это в теории, на практике все гораздо веселее, как всегда. То же самое с праздниками. То есть праздник, который тоже входит в культуру предприятия. То есть если есть это время, такой природный тимбилдинг, так можно сказать. Тоже очень интересная штука, когда люди имеют такую естественную возможность вместе быть не просто в работе, но вместе быть в праздновании, в радости, так можно сказать. То же самое по отношению к системе. Учет индивидуальных особенностей жизни. У кого-то может быть семья, у кого-то могут быть больные дети, родственники, кто угодно. И если говорим об исламской модели, то это максимальный учет индивидуальных особенностей, в том числе в пространении дня, рабочего дня. Дресс-код – это, наверное, самая очевидная штука. И соответствующим дресс-коду форма коммуникации мужчина и женщина, особенно с коммуникацией мужчин с женщинами. Они не запрещены, это очевидно, но в принципе есть определенные правила, которым надо следовать. Ну и табу в действиях, то, что уже говорилось. Есть вещи, которые просто категорически не будут сделаны. Опять-таки, если мы говорим об исламском менеджменте, а не о тех вариантах, которые могут существовать в мусульманских странах. Еще раз про лидерство. То есть на самом деле, наверное, та категория, когда мы говорим о лидерстве, которое лучше всего, может быть, так сказать, видно различие между исламским моделью менеджмента и неисламским. То есть первое – это вот это абсолютно восприятие того, что лидер – это человек, который имеет свои личные отношения с Богом, и он их имеет, исходя из этих отношений, у него есть обязанности. Первое – лично самому возрастать в определенных добродетелях, избегать запрещенного, делать дозволенное и так далее. То есть есть свои обязанности перед Богом, есть обязанности перед своей семьей, есть обязанности перед обществом в целом, есть обязанности перед компанией. И вот это, наверное, русское пословие, кому больше доносится, его больше спросится, она здесь максимально рабочая как раз. Есть очень классный принцип, что власть должна быть дана тому, кто хочет просто власти. То есть человек максимально может не хотеть этой власти, но она ему может быть дана, потому что его посчитают максимально подходящим к этой должности. И это первое. Второе – вот это четкое разделение свое личное, и финансы компании и так далее, и это четко, и это на нем лежит, это четкое разделение этой границы. Следующее – он есть тот, на ком лежит ответственность не только за финансовое благополучие компании, но еще раз – за религиозное возрастание в религии его коллектива как такового. То есть это от него зависит. То есть дать им возможность то же время на молитву, учесть исполнение религиозных обязанностей, задавать тон в этике коммуникации, задавать тон в этике общения и так далее. Опять-таки то, что уже говорили, есть система исправления ошибок, есть система обратной связи. И это то, что опять-таки без этого не может быть исламского менеджмента. То есть если лидер ошибается, то он должен быть исправлен, и он должен принять это исправление. И вместе с тем, опять-таки, если мы опускаемся к подчиненным, нет необходимости, нет обхидности. Запрещено, может быть, даже так, харам, выискивать ошибку просто ради того, чтобы выискивать ошибку. Потому что, опять-таки, это касается сферы человеческих коммуникаций. Перейду немножко выше. Так. А, да, еще про скиллс, умения. Следующий такой же момент тоже касается лидера, но касается и компании. Тоже из принципов менеджмента. То есть если мы говорим о том, чтобы собрать команду, которая будет работать на определенные задачи, или работать в определенной фирме, то очень важно собрать людей, которые могут исполнить именно эту задачу. То есть, ну, словно, не родственники, знакомые, знакомые, знакомых, и так далее, и так далее. Ну, хотя в реальности, опять-таки, все это по-другому немножко происходит. Но здесь опять речь о эффективном использовании ресурса, в том числе человеческого ресурса, и о эффективном использовании того времени, которое нам дано здесь, чтобы делать мир лучше и так далее, и так далее. То есть такие вещи тоже есть. И следующий момент, да, то есть если у человека есть какие-то умения и так далее, то есть он сознательно должен их развивать. Если он их не развивает, соответственно, он, ну, это, опять-таки, совершает грех. Если начальник не даёт подчинённую возможность развиваться в каких-то моментах, значит, соответственно, этот подчинённый, начальник будет совершать грех. То есть вот этот момент тоже очень интересно, да, то, что каждое действие, оно одновременно, оно имеет какой-то экономический эффект, оно имеет социальный эффект, но одновременно оно имеет вот это вот зеркало, как сказать, отбивается. То есть оно одновременно ложится в сфере отношений с Богом и, соответственно, влияет не только на жизнь человека здесь и сейчас, да, но и на жизнь человека, условно, в будущей жизни, так можно сказать. Как это, в принципе, ну, афера, да, то есть в той жизни, в которой он потом будет. Вот. Ну, в принципе, наверное, с таких глобальных моментов то я вроде бы всё сказала, но если так детально углубляться, то там можно говорить уже, наверное, более подробно. Ну, общая схема, в принципе, то, что общая схема. Я хотела сказать, наверное, всё-таки всё сказала. Поэтому если будут какие-то вопросы, то прошу. Спасибо большое за лекцию и за возможность узнать больше об исламском менеджменте, о том, что, собственно, может улучшить также и сотрудничество между представителями и разных культур, и разных религий. И, на самом деле, очень интересная была лекция. Уважаемые участники и участницы, у нас есть ещё время как раз для вопросов, для комментариев, для обсуждения. Поэтому, пожалуйста, приглашаем к слову. Вы можете воспользоваться либо чатом, либо включать микрофон. Пожалуйста. Паня Наталья, можно мне слово? Конечно. Доброго дня, шановные коллеги. Саламатас Бакурмитэя Пиштэр. Я очень рада, во-первых, видеть. И старые знакомые лица. Паня Ярослава. Бирослава, обачаюсь. Вам акребы, витадя. Дуже рада вас бачить. Тема, которую затронули, очень интересная. И она стоит того, чтобы её развивать дальше. И вот, зная характер пани Мирослава Ярико, неуёмный, энергичный, жаждущий, я советую ей эту тему развить в направлении изучения законодательства. Вот реального законодательства. И для примера, я ещё когда в Харькове проживала, обращала внимание на очень интересный закон постсоветской Центральной Азии, Узбекистан конкретно. В 97-м году в Узбекистане был принят закон о малом и среднем бизнесе, который базируется на декоративно-прикладном искусстве Республики Сейзбекистан. И что это дало конкретно Узбекистану? С его огромным населением и очень сильным расслоением и проблемными некоторыми моментами, безусловно, они есть и сегодня в Узбекистане. Но это дало возможность возродить декоративно-прикладное искусство. И сегодня, в ближайшее время, намечается заседание Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО, например, в Узбекистане. Это очень важно для страны, которая сегодня широко популяризирует декоративно-прикладное искусство. Мир знает и каты, и ювелирку узбекскую сегодня. И это очень здорово на самом деле. Так вот, то, о чем говорит этот знакомый, он интересен и в плане исламского менеджмента. Дело в том, что этот закон, в первую очередь, насколько я его знаю, я его рекламировала долгое время в нашем Министерстве культуры, которое все время озабачивалось, чем же, как же поднять рост, как пример не европейского, а именно постсоветского законодательства, базирующегося на семейный бизнес. То, о чем сегодня нам говорила наша уважаемая лекция. И изучить такой опыт, как практичности, потому что в идеале оно, конечно, звучит замечательно. Саудовская Аравия, там будет своя ситуация. Я в Саудовской Аравии не была, но я бывала много на Ближнем Востоке. И сегодня я живу в Центральной Азии. Постсоветская, но тем не менее, как бы живу и работаю здесь, в Казахстане. Так вот, возьмите эту тему дальше. И знаете, вот это вот, мне почему-то, слушая вашу лекцию, вспомнился Августин Блажен и тоже параллели. Де цивитаты, да и о Царстве Божьем. Вот я говорю, что она просто сказывает образование античника. И в то же время, как бы, я люблю цитировать это само произведение. Знаете, когда смычка идеальности и реальности. И еще в этом плане очень интересный тоже момент. Это золотордынский период. Смычка традиционного в лице кочевой цивилизации тюркской. И то, что приносит ислам. И поверьте, ну тут, правда, придется углубиться в нарративные восточные источники. Но для начала проанализировать Ясу Чингисхана, Ясу Манфибия, например, тоже много интересного. Потому что идеал, он всегда прекрасен. И то, что западные школы открывают, да, вот в исламском менеджменте, ну, часто это выглядит как какой-то ноу-хау. На самом деле, опять-таки, здесь параллель. Исламский менеджмент в европейской практике был внедрен давно. Опыт тамплиеров. Опыт тамплиеров, банковское дело и взаимоотношения в среде тамплиеров. Почитайте по этому поводу работы Бернара Клировского, прежде всего до милиции Эдей о воинстве божьем. И устав тамплиеров, который он же и написал тамплиеров. Кстати, отправившись до этого в Святую Землю, чтобы убедиться лично, какой же храм откопали тамплиеры. Ну, после этого написал, видимо, убедился. А поскольку этот человек и сегодня не переплюнут западным сообществом, поэтому я прошу прощения за пространность, но поверьте, вы найдете массу интересных параллелей, и это вот такая научная работа. Окей. Дякую. Дякую. Ну, тут можно то, что можно добавить. Действительно, очень интересное расхождение получается между какой-то идеальной схемой и практикой, но в то же время очень интересное совпадение. Как скажу, когда Крым был в Украине, в Крыму очень четко можно было увидеть эту разницу в сфере обслуживания тоже между татарскими как раз предприятиями, там, магазинчиками, неважно, предприятиями, какими угодно, в которых действительно исповедовался ислам, это было видно, и не татарскими предприятиями индустрии и туризма. То есть вот как раз там было очень четко видно следование принципам исламского менеджмента, особенно в плане этики, в плане этики коммуникации. Я думаю, что в таких маленьких фирмах может быть это будет четче видно, чем на государственном уровне. Это тоже. Государство – это отдельная тема такая, в принципе. Но на личном, на маленьких фирмах. Компаниях как раз это видно очень интересно. Может, потому что проще собрать коллектив, легче увидеть людей, может быть, такое пространство. Доверия, наверное, больше, поскольку это, как правило, семейный бизнес. Спасибо большое за такой и комментарий, и предложение. Уважаемые участники, возможно, есть еще вопросы или что-то, чем бы вы хотели поделиться. У нас есть еще возможность и время. Вы можете выписывать в чат, либо включать микрофон. Пожалуйста. Спасибо большое за прекрасную лекцию. Было очень интересно, познавательно. Я сама работаю в компании, которая проповедует исламские принципы. И в связи с этим хотела спросить, как сочетается компания, которая работает по исламским принципам, с системой взыскания и наказания, которые присоединяются на сотрудников. То есть те же самые штрафы, ну и другие способы влияния. Спасибо за вопрос. В нормальном варианте, то есть штраф обычно следует после предупреждения. Если мы говорим о формате ислам, о исламском формате. То есть даже я не знаю ни одного исламского наказания, где, условно, наказание следует сразу, моментально, и как это, как кара небесная. Условно, всегда есть такой момент, когда, условно, предупреждение. То есть если человек не понимает с первой, второй, третьей попытки, тогда идет наказание. Даже развод в исламе, насколько я помню, он не разведена, разведена, разведена. И вот этот момент предупреждения, наверное, он безумно важен, потому что, ну то, что, например, мои студенты рассказывают часто, когда они работают, ну, где-нибудь в сфере обслуживания, могут быть штрафы, которые, то есть им за опоздание, за что угодно, за что угодно, но в итоге они, получая зарплату в конце, они не знают, за что их оштрафовали, например. То есть они получают просто меньше суммы, когда остальные штрафы, да, и они даже не могут посмотреть, за что штрафы, да. То есть если мы говорим о использовании штрафа в исламском менеджменте, то как минимум предупреждение, потом штраф. То есть известна прозрачная система, ну, прозрачная система вознаграждения штрафа такая. Опять-таки это же честность, справедливость, так далее, так далее, да. Ну и тоже объективно, если смотреть, ну, та же система контроля, например, она же существует для того, чтобы уменьшать, ну, условно, не гоняться за тем, кто сделал ошибку, да, а уменьшать последствия этой ошибки, условно, да, потому что вот и в такой ситуации, то есть вопрос штрафа, он вообще становится чем-то фантастическим. Ну, то есть если человек включается в то, чтобы справить последствия своей ошибки, то его особо не за что штрафовать. То есть это, ну, это не очень, скажем, выгодно даже так можно сказать. То есть если мы говорим о создании коллектива мотивированных людей, ну, то есть тут выгоднее человеку помочь эту ошибку исправить, максимально включить свое исправление, чем штрафовать. Ну, объективно так есть. Ну, и в принципе к этому же приходят современные модели, то что штраф это неэффективно, как, в принципе, и премия это неэффективная модель мотивировать. Да, да, да. Спасибо большое. Так что мотивирование у нас всегда самая крутая штука, ну, просто к этому труднее прийти всегда. Спасибо большое. Также у нас есть комментарии от Анжелики Хуснутиновой. Спасибо большое, очень интересно. Жаль, что опоздала. Надеюсь, будет запись, где можно будет прослушать. Так, конечно, я еще раз напомню, что у нас будет запись лекции. Она будет размещена на YouTube-канале Института интеграции знаний, также на нашей странице у Фейсбука, и все зарегистрированные участники получат ссылку на сегодняшнюю лекцию и смогут просмотреть в любое удобное время. Спасибо, что вы с нами и присоединяетесь. То, что я могу добавить сейчас, очень много литературы есть в странах Малайзии, ну, в том регионе. Очень много литературы. Действительно, это хорошие публикации, которые разбирают кейсы в банковском деле, в финансовых операциях. Все это касаемо исламских принципов менеджмента, предпринимательской деятельности. Ну, просто то, что в большей мере это инкульцируировано в те культуры, и, соответственно, не может быть так принесено условно. Ну, а те, которые говорят, публикации, посвященные принципам менеджмента, они обычно, так сказать, они очень абстрактны для нашей культуры, так можно сказать. Они понятны в исламской культуре, в мусульманской культурах не вопрос вам, но они абстрактны. И очень часто можно увидеть интересные вещи, когда, ну, речь о инкультурировании в мусульманские страны, такие западные школы менеджмента. Хотя, ну, они не коряво стоят, так можно сказать, да. То есть, в принципе, то, что есть в западных, в исламском менеджменте оно есть. Проблема его увидеть, потому что часто оно скрывается такой, ну, как-то налетом средневековья, так можно сказать. А на самом деле, просто вопрос, как это очистить, показать, увидеть. Ну, это больше для мусульман вопрос, как-то видеть в своей культуре. Вот у мусульман как раз в Малайзии, это очень классно выходит. У них очень много публикаций там посвященных. Я пользуюсь возможностью. У меня тоже возник вопрос. Я, ну, также о том, что спрашивали ранее участники. И, ну, собственно, когда мы вообще, в общем, говорим о менеджменте, это очень часто, сейчас это очень много влияний, связанных с тем, что работники работают из дома, не в офисах, есть много внимания на разные психологические аспекты, на поддержку работников и так далее. И вот в этом у меня вопрос, если говорить об исламском менеджменте, это более такие сталые установки или тоже есть много влияний современных трендов вот об этой заботе об обработниках, о том, как приспособиться к разным тенденциям, которые есть в мире, или это более ориентировано на внутреннее, скажем, более исламское общество и более сталые условия? Спасибо за вопрос. Здесь есть очень интересная штука, если мы говорим о поисках, ну, условно, исламский ответ на вопрос, у меня есть бизнес, и если тогда человек перебирает, условно, те же истории с Асхаба, вот они ему дадут нереальное вдохновение на самом деле, потому что история о мотивировании, поддержке и так далее, это общечеловеческая тема, она вневременная условно, а в исламской культуре, как раз культура управления, она как-то холилась, лелеялась, поддерживалась, поливалась, взращивалась и так далее, то есть, наверное, самый большой такой комплекс, ну, не знаю, такой нарративных источников, там, зомб о халифах, правителях и так далее, это как раз блок исламской культуры, наверное, дает, ну, так можно сказать, поэтому, то есть, если человек есть предприниматель, и он пытается найти какие-то способы, там, поддержать, так далее, своих подчиненных, так далее, для него какие-то, ну, поиск каких-то решений современных, он будет так же ценен, на самом деле, как и поиск решений, собственно, в своей культуре, потому что это, еще раз, вот исламская культура менеджмента, да, это культура отношений, то есть, это то, к чему как раз сейчас пришли условно на Западе, как уже к норме, так должно быть, да, о чем последние лет 30 была такая жесткая дискуссия, нет, все-таки процессы или все-таки люди, люди, ура, победила, а в салоне, она изначально стоит, люди, да, то есть, из вот этих коммуникаций, того же пророка Мухаммада Засхаба, можно очень много подчеркнуть уже о том, как, ну, как стоит управлять людьми, то же самое из коммуникаций, это уже, ну, тех же первых праведных халифов с людьми, с которыми мы общались, да, то есть, это очень, это очень классная история на самом деле, то есть, и они актуальны сейчас, то есть, и в принципе, даже не говорю о исламском менеджменте, любой человек, который их читает, там очень много интересного вид, именно в плане управления, именно в плане мотивирования, поддержки, и такие, как заметить то, что делает другой человек, ну, такие вещи, а технически какие-то моменты, то есть, да, их можно спокойно заимствовать где угодно, ну, тут это вообще не вопрос, как бы, да, но обычно, вот, в сфере управления огромная ценность, это то, ну, особенно, который называет подчиненный начальник, то есть, это ценность личных отношений, да, и это то, что нельзя где-то прочитать, условно, то есть, это человек, который растет в каких-то своих положительных качествах, так, и он будет постепенно, так, точно так же поднимать других людей, то есть, это естественные вещи какие-то, да, ну, вот это как раз пример, да, это пример, можно сказать, не исламского, это же менеджмента, вот это как раз нарушение, да, в принципе, в исламском менеджменте руководителем, можем быть не мусульманин, но при этом он должен помогать спокойным мусульманам быть в своей религии условно. Но еще раз, ключ в том, что все элементы классической исламской культуры, персональной культуры, на самом деле они позитивны для бизнеса. Даже вот это время на молитву, ну, элементарно, посмотрим наш супермаркет, нам сотрудникам дают время на перекур. Даже так, в таком формате. Но время на молитву, если мы говорим образца бизнеса, оно ценно, потому что оно дает возможность разорвать рабочее время, когда попытаемся все сделать. Никогда нельзя все сделать. Но вот этот разрыв, сколько там, 5, 10, 15 минут, который дает, он дает мозгу перестроиться и найти решение. И это так есть. Потому что есть те же этапы креативного мышления. Там сначала наполняем мозг информацией, потом есть инкубационный период, потом эврика, потом оформляем это решение. То есть он стандартен в этот пульс. И он в любой культуре стандартен. Еще раз, просто если мы следуем, там же исламском менеджменте. Религиозная культура, она органично как раз развитию человека. Она очень психологична. Может быть, еще раз, может быть, просто поэтому исламский менеджмент так долго оставался незамеченным. Потому что самоценность, что личность – это безумная ценность, или коммуникация – это самое крутое, что может быть в менеджменте, или культура – самое крутое, что может быть в менеджменте. То есть мы к этому на Западе, условно, пришли сейчас, в последние 30 лет. Может быть, вот эта причина. Может быть, потому что ислам не воспринимается как какая-то там большая культура. Может, причина в том, что, как там, автор книги, когда писал там, что потерял мир, что мусульмане отошли от ислама и так далее. То есть может быть много причин. Вот на исламском менеджменте, в плане психологической коммуникации, он очень крутой. То есть если человек углубляется в исламе, то он будет легче находить решение именно в плане коммуникации с людьми. Это 100%. Спасибо большое, уважаемые участники. Есть ли еще вопросы, комментарии? Тогда я думаю, что мы можем сегодня на этом завершать. Еще раз я хочу поблагодарить от имени команды по подготовке, от Международного института исламской мысли, нашего уважаемого лектора, доктора Мирослава Ярько, за действительно очень задержательную, интересную лекцию, тему. Спасибо большое, уважаемые участники, что вы присоединяетесь, также за вашу активность, вопросы, комментарии. Еще раз напомню, что запись лекции уже в ближайшие дни будет размещена на YouTube-канале Института интеграции знаний. И все зарегистрированные участники получат ссылку на сегодняшнюю лекцию. Спасибо большое еще раз за столько теплых комментариев, отзывов. Нам действительно очень приятно. Мы уже готовимся к новой лекции, и в ближайшее время будем ее анонсировать на нашей странице в Facebook. Пожалуйста, подписывайтесь, следите за нашими новостями, и будем рады всегда вас видеть. Еще раз всем спасибо, хорошего дня, до свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok